вот такой уже гораздо более темный золотистый даже немножко уходящий в кофейный но тоже перламутровый лак номер 25 тоже интересный и скорее всего мне ни одного такого нет аналога больше и вот он на ромашке ближе покажу практически и не полосит даже кстати если нанести еще слой топа то вообще будет идеально ровное покрытие потом вот такой вот очень интересный он серовато белый беловато светло-серый и у него не не знаю видно или нет так хочется чтобы было видно вообще него какая-то голубая сине-голубая в нем еще пыль намешана перламутровая но не слишком густо мне кажется сейчас видно на ребре выглядит он очень интересно это номер 101 тоже у меня кстати нет аналогов вот именно такому цвету с такой текстурой и вот этот лак я боюсь что камера сейчас не передаст его красоту на самом деле он хоть и очень скромно выглядит очень деликатно скромно и нежно но совсем не скучно он в общем-то очень даже интересный вот и осталось из этой серии вот таких три активных цвета это вот такой вот коралловый такой с легким металликом номер 40 мой тоже немножко искажает мне сейчас кажется камера вот ну такой он ярко красно-коралловый очень позитивный такой летний цвет потом дальше вот такой сиреневый с перламутром в тон может быть и либо перламутр чуть светлее идет перламутровая пыль чем база такой яркий это номер 32 и вот она ромашки классный и последний ярко-бирюзовый в нем уже не только перламутр но и мелкий шиммер есть это номер 39 и вот она ромашки по слоям тоже по моему смотрится классно также оксана мне положила два песочных лака кто знает мои лака пристрастий тот наверно знает что я люблю песочные текстуры вообще в первый раз когда я увидела песочный лак на сводчах в сети я поняла что все я пропала я очень люблю песочные лаки и я была очень рада получить песочные лаки golden rose потому что опять же они у нас ну вот поблизости от меня нигде не продаются так чтобы их бегать искать по переходам метрошным как бы я не знаю где их искать в магазинах у нас их нет поблизости вот и оксана мне прислала два лака потрясающе красивых оба очень красивые так даже не знаю давайте с красненького начнем это такой огненный тоже красно-коралловый с оранжевой нотой такой лак песочные текстуры с активными сияющими частичками и это номер номер 56 и вот он на ромашке текстура хорошо выражена несмотря на то что здесь два слоя текстура не съелась здоровско и вот такой вообще безумно красивый я просто просто ах это номер 55 такой светло-голубой наверное он больше к зимним подходит то есть он похож на зимние такие оттенки и сияющие частички у него немного другие здесь есть им такой покрупнее глиттер не очень густо замешан но все-таки попадается часто вот и вот он на ромашке смотрите какая красота я жду когда у меня отрастут ногти как вы видите вот кстати покажу вам свой позор у меня вот эти два ногтя они просто рассыпались вот чуть-чуть отрастают видимо я как-то настолько высушила ногтевую пластину я ковырялась со всякими лаками красками ну в смысле не для ногтей а с художественными и с отделочными самое главное вот без перчаток и наверное я высушила они у меня сейчас чуть-чуть отрастают и просто слоятся дико и осыпаются и если я не буду красить ногти то они у меня просто даже и совсем будут в безобразном состоянии вот это было такое небольшое отступление я хочу сказать что я жду пока немножечко выровняется форма ногтей я обязательно буду красить всеми этими лаками и делать обзоры в блоге вот делать красивые фото это и выставлять так вот такая вот серия матовые лаки называется по-моему мэтт да мэтт сатин вот этот темно-синий номер 205 очень красивый синие лаки все оттенки синего я люблю вообще страшной любовью и вот он на ромашке то есть я бы не сказала что он ультраматовый на самом деле я бы сказала что он полуматовый возможно за счет того шиммера который содержится в лаке то есть той шиммерной пыли да то есть он как бы металлик но не глянцевый вот и второй лак из матовой линейки уже называется мат вельвет то есть наверное это все таки немножко разные линии это оттенок номер 112 такой сереневато розовый с обилием серебра такой интересный оттенок и вот он на ромашке мне он напоминает парчевую ткань очень такой приятный нежный интересный поближе вот его текстура видна и осталось два глиттера такие интересненькие вот эту марку я вообще никогда не видела называется макси ой ватка макси и микс глиттер наверное это линейка так называется и оттенок номер 18 здесь микроглиттер в прозрачной базе серебристый голубоватый также как бы волоски такие тоненькие мне кажется он он сейчас там настолько мелкий что и не разберешь наверное а может и разберешь в общем вот его текстура такая я думаю что все таки это верхнее покрытие потому что сам по себе он ложится не слишком густо вот вот я его нанесла на подложку мятного цвета и вот такой эффект получился конечно можно и не на мятного можно на подложку любого но вот ради интереса нанесла на мятную вот так довольно нарядно и вот этот глиттер от флормар я от него была в диком восторге я у нас у нас кстати пропала стойка с флормар косметикой там где я покупала покупала я ее в торговом центре на сигнальном проезде там раньше был островок флормар теперь его там нет вот и лаков я тоже давно соответственно не видела и даже не знала что у них есть такие очаровательные глиттеры хочу показать ближе текстуру его но он тоже он довольно густо намешан и сложно рассмотреть но там есть прям мелкая черная пыль потом черные точки мелкая золотая пыль золотые тарелочки они не просто золотые они еще и голографические в общем просто чудо и вот я его нанесла на синевато-серый лак и он смотрится потрясающе очень мне понравился суперски просто прелесть это еще раз вся куча которая была я конечно в шоке в приятном шоке большое спасибо тебе Оксаночка ты мне доставила очень приятные ощущения мне очень радостно было получить эту посылку и с удовольствием буду всем пользоваться и спасибо огромное тебе еще раз вам дорогие мои зрители спасибо за внимание надеюсь что вам было интересно понравилось расскажите кстати что вы пробовали из этого всего ну наверняка какие нибудь лаки golden rose уж точно наверно только ленивый не попробовал кстати что вы думаете о тенях эвелин если вы их пробовали в общем да давайте общаться всем спасибо и пока пока